Валентин Литвиненко сдает кровь не в первый раз. Его бабушка, донор со стажем, стала инвалидом после аварии на Чернобыльской АЭС. Валентин с детства знает, насколько необходимы для лечения больных людей и донорская кровь и препараты из ее компонентов. Я как бы следую ее примеру, решил помочь людям. Считаю это немаловажным для общества. У меня конкретно пока нет человека, кому надо, но если кто-то обратится, я не против помочь. Ежедневно сдать кровь приходят от 50 до 70 человек. Сейчас количество доноров снизилось. Большинство сдают кровь для конкретных больных. Сергей Верпак сдает ее в первый раз для своей жены, которая скоро станет мамой. Мне надо было в роддом справочку о доноре и решил сдать. Если получится, может еще буду приходить сдавать кровь. Это полезное дело. Медики говорят, что сдавать кровь очень полезно для организма. Это стимулирует выработку новых кровяных телец. Кроме того, донор проходит все необходимые обследования состояния своего здоровья. Это очень большое дело. Больные, к сожалению, есть всегда. Количество их не уменьшается. Поэтому то, что люди сдают, это очень хорошо. Сейчас, чтобы пройти обследование в каких-то клиниках, или же частных, или нет, все-таки нужно, бывает, платить деньги. У нас все обследование, лабораторное тестирование абсолютно бесплатно. Выдача всех справок, ответов, результатов лабораторного тестирования, все бесплатно. Поэтому люди действительно знают, что они находятся под наблюдением. Областная станция переливания крови находится по адресу улица Правды, 32. Забор крови проходит ежедневно с 8 до 12 часов, кроме выходных. Чтобы стать донором, при себе необходимо иметь паспорт.